И мы с вами сегодня имеем преимущество исследовать уникальную лекцию. Наша лекция сегодня называется «Очень страшно. Суд Божий». Многие люди, которые когда-либо читали что-то в Библии о Божьем суде, или не в Библии читали какие-то другие книги, которые являются комментариями, не больше, каждый человек знает, что будет страшный суд Божий. Я сегодня, конечно, не хочу проповедовать вам о страшном суде Божьем. Но я хочу о нем сказать так, как написано в книге Библии. Что Библия говорит об этом? Что стоит за этим судом Божьим? И как можно решать проблемы сегодня тех, кто являются подсудимыми? И очень важно, чтобы сегодня каждый из нас открыл для себя, не являюсь ли я подсудимым, свободен ли я от этого суда. И если нет, что мне нужно сделать, чтобы я был свободен от этого суда. Но в самом начале давайте посетим Палестину, Израиль. Перед вами современный Иерусалим. Сегодня мы отправимся с вами из Иерусалима в долину Мегида. По дороге в Ерихон мы встречаем, то есть это по пути, через Иудейскую пустыню проходя, мы встречаем вот это вот здание. И это здание является памятником о добром Самарянине. Я не имею времени сегодня рассказывать о добром Самарянине, но если у вас есть Библия, Евангелие от Луки в 10 главе, вы можете прочитать эту историю. Он был добрым, настоящим христианином. Он действительно соблюдал все Божьи заповеди. Он любил Бога всем сердцем, и эта любовь настолько переполняла его, что он любил ближнего, как самого себя. И нам есть чему поучиться у этого человека. Вы знаете, отсюда мы отправимся на север и посечим еще одно историческое место. Это долина Мегида. Мегида – это древнееврейское слово. И в русской Библии оно переводится как Армагеддон или символ войны. Эта долина стала символом войны. Долина Мегида или равнина такая, она стала символом войны. И поэтому в Библии эту местность или этот символ войны переводят словом Армагеддон. Здесь вы можете увидеть макет крепости, который возвышается здесь, на этой долине. Должен сказать вам, что этот холм, он примерно находится в центре этой долины, и он имеет около пяти гектаров земли. Это бывший город-крепость. Ну, вы подумаете, что пять гектаров – это немного. Но для того, чтобы вы понимали жизнь того народа, для того, чтобы вы имели представление, что значит пять гектаров, город Древний Ерехон, он представлял собой три и шесть гектара земли, который был обнесен стенами и был городом-крепостью, то пять гектаров – это еще больше. Понимаете, в чем суть? То есть мы должны определить для себя, какие были города, и поэтому крепость, которая представляла собой пять гектаров земли – это достаточно большая территория. С вершины этого холма просматривается очень хорошо вся долина, где в истории прошли десятки и десятки войн. Эта долина в радиусе имеет порядка 15 километров. Радиус ее примерно 15 километров. И отсюда, с этого холма, можно очень хорошо вести наблюдение. Начиная с 1926 года, здесь впервые начались раскопки. Раскопки начал Восточный Чикагский университет. Надо отметить, что были открыты очень много городов, наслоенных один на другом. Посмотрите, вот здесь, смотрите, это один слой, другой, третий, ну и так далее. То есть, я, чтобы это было понятно, вам нарисую картину. То есть, когда-то Давид построил первый город-крепость. Затем, когда этот город-крепость возвышался на этой долине, но он был невысоким, просто на долине стояла крепость стены, то есть, этот городок-крепость окружен был стенами. И зачем? Его сын Соломон, который сменил своего отца, он засыпал город-крепость отца, и на нем, на этом фундаменте построил свой город-крепость. Затем его сын Роваам засыпал этот город отца, и на нем построил свой город-крепость, и так далее. И было открыто более 20 городов, наслоенных один на другом. Вы знаете, достопримечательностью этого холма является конюшня Соломона, которая вмещала порядка 500 лошадей и 150 колесниц. Вы можете видеть здесь поилки, которые использовались для лошадей. Сегодня местные археологи продолжают там еще некоторые раскопки, некоторые исследования. Очень многое из найденного там перевезено в Иерусалим музей. Друзья мои, очень многие христиане, они изучают Библию и верят, что здесь, на основании Библии, потому что в Библии есть предсказано о войне, Армагеддон. И они, изучая Библию, многие из них, они считают, что именно здесь, в этой долине, которая представляет собой символ военных действий, произойдет последняя всемирная война, которая будет носить название в Библии, в книге Апокалипсис написано, Армагеддон. Война Армагеддон. И люди верят, что именно здесь Бог произведет свой последний суд. Итак, истина о Суде Божьем. Библия говорит, восстал Господь на суд и стоит, чтобы судить народы. Случалось ли вам когда-нибудь в жизни быть на суде таком, где выносилась смертная казнь? Это очень редко. И я хочу вам сказать, это самый страшный суд для подсудимого. После того, как присяжные возвращаются, звучит удар молотка, и в зале, где гробовая тишина, вдруг вы слышите приказ. Встать, суд идет! Близкие этого человека и этот человек мурашки по телу бегут. Весь сотрясается. Какой же вырак, какое решение он услышит. Сегодня мы с вами будем говорить о Божьем суде. Божий суд – это самое-самое серьезное событие для подсудимых. Это очень серьезная тема Библии. В Библии есть великое пророчество, которое указывает точную дату начала этого вселенского суда. Друзья мои, это очень важная истина. Библия утверждает, давайте будем считать, «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную». Он назначил день. У Бога есть точная дата. Библия говорит, что у Бога есть назначенный день, когда Он начинает свой суд. И если Бог назначил этот день, оно не подвинется ни в одну, ни в другую сторону. Бог очень стабильный. И Он очень ответственный. Это будет торжественный день, когда жизни всех людей предстанут пред взором судьи всей вселенной. Друзья мои, дела всех людей, когда-либо живших на планете Земля, ожидают решения Божьего суда, Верховного суда, Самого Великого суда. Каждый человек, я забегаю наперед, хочу сказать, каждый человек получит приглашение на Божий суд. И ни один человек не будет пропущен. Апостол Павел говорит, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно того, что он делал живя в теле, доброе или худое. Некоторые христиане, изучая Евангелие, заявляют. Мне нечего бояться суда, потому что я христианин, я люблю Господа Бога. А меня так удивляет, когда я читаю этот текст, думаю, что Павел, наверное, не знал этого. Павел, бедный, не знал о том, что ему не надо переживать за суд, потому что он пишет такие слова, всем нам должно. Скажите, он себя уключил туда или нет? А Антонюка он включил туда или нет? Да, а вас включил он? А тех, которые умерли, включил? Библия говорит, всем нам должно явиться предсудилище Христова. Для какой цели? Чтобы каждому получить. Многие люди даже никогда в жизни не задумывались над тем, что когда-нибудь мне придется вставать на суд. Я не преступник, я никого не убил, я никого не изнасиловал, и я никого не обворовал. Поэтому почему я должен приставать на суд? Библия говорит, всем нам должно явиться предсудилище Христова и каждому получить. Получить, что делал. И это очень важно. Друзья мои, независимо от того, верим мы в эту истину или нет, нравится нам это или нет, исповедуем мы христианство или какую-либо другую религию, богатые мы или бедные, молодые мы или старые. Библия говорит, что все мы предстанем на суд Христов. И вы видите, это неоднократно повторяется в Библии. Мы читали в послании к Римской церкви, сейчас в послании к римлянам читаем, и апостол Павел говорит опять в послании к римлянам, и так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Очень легко. Наверное, уже все вздохнули. Слава Богу, хоть мне ни за кого не придется отвечать, только за себя. Но вы согласны предстать на Божий суд таким, какой вы есть? Как вы думаете, вы выиграете суд? Выиграете или нет? Значит, вы знаете, что вы хороший грешник. Вы знаете, вы чувствуете, что у вас есть проблема, поэтому вы так говорите. Даниил Вебстер, который написал известный словарь, он написал, «Меня больше всего беспокоит моя личная ответственность перед Богом». Небесный суд навсегда решит судьбу каждого человека, и решение это будет окончательным. Потому что это самый великий суд, решение которого никогда не получится обжаловать и изменить. Какова же причина для Божьего суда? Нужен ли Божий суд? Я хочу предложить пять причин на основании исследования Священного Писания. Раскрыть причину появления греха, оправдать Бога от ложного обвинения дьявола, оправдать тех, которые приняли Божье спасение. Дать должное возмездие дьяволу, его сторонникам и положить конец греху и всему, что связано с ним. Есть пять причин. И я хочу вам сказать, когда вы серьезно вдумаетесь в эти причины, вы скажете, «Да, Божий суд надо, чтобы произошел». Чтобы все это решить, чтобы все это раскрыть. Но прежде чем суд вынесет решение, или за счет приговора, должно быть проведено следствие. Правильно или нет? Можно судить без следствия. Ничего не разобрал, просто так поголовно. Давай, тебя туда направо, тебя налево там и так далее. Надо иметь доказательства. И поэтому должно произойти следствие. Давайте откроем пророчество Данила и посмотрим сцену Божьего суда. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и его сел ветхи днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги». И Даниил описывает далее свое видение. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему». Как это похоже на сцену в земном суде. Есть ветхие днями, есть свидетели, святые ангелы, которые видели все и зафиксировавшие каждое деяние. И пред престолом стоит Иисус Христос, адвокат или ходатай, или посредник между человеком и Богом. Как написал Иоанн, «Дети мои, сия пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Поэтому, друзья мои, позвольте сказать добрую весть. «Если вы с Иисусом, если вы со Христом, если Иисус ваш друг, вы самый счастливый человек, вам абсолютно не нужно страшиться, бояться суда, он вам не принесет никакого вреда, потому что Иисус – это адвокат, который не проиграл еще ни одного суда. Вы можете довериться Ему. Но если Он ваш друг, у вас есть шанс, у вас есть надежда. Но если Он не ваш друг, тогда у вас большие проблемы». Поэтому Библия дает нам обещание, что Иисус на Божьем суде, Он хочет помочь своим детям, Он хочет быть вашим адвокатом. Ну, скажете вы, похоже на настоящий суд, не хватало только подсудимого. В сущности, это правда, но вот что говорит Библия. Судьи сели и раскрылись книги. Очевидно, что эти книги, они представляют собой записи дел подсудимых. Очевидно, что в этих книгах абсолютно зафиксировано все, абсолютно зафиксировано каждое действие. Библия говорит, что в Божьем реестре есть три важных книги. Первую книгу хочу представить вам как книгу жизни. Библия говорит, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Еще один текст, «Помогай им, подвязавшимся в благовествование, которых имена в книге жизни». Вы слышите, чьи имена в книге жизни? Тех, которые являются учениками Иисуса Христа, тех, которые проповедуют Вечное Евангелие, тех, которые являются свидетелями Иисуса Христа. Их имена записаны в книге жизни. Библия не говорит о том, что когда человек рождается, его имя вносится в книгу жизни. Библия говорит, что есть особый момент в жизни человека, когда он становится сыном или дочерью Бога, и это в момент крещения. И тогда человек становится Божьим дитем, он является его учеником, он является его свидетелем, и тогда здесь говорится, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, тем, которые являются свидетелями Иисуса, потому что их имена написаны в книге жизни. Поэтому подумайте, если вы не заключили завет мира и прощения с Богом, ваших имен в этой книге нет. Но есть книги другие, где есть имена. Еще одна интересная книга называется «Памятная книга». И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. О, это книга, которая описывает тех людей, которые искренне посвятили себя Господу, которые говорят, внимает Господь и слышит это, и перед Ним пишется памятная книга. Друзья мои, перед лицом Божьим пишется памятная книга о том, когда боль Его детям кто-то приносил, и как дети отстаивали свою веру в Господа Бога. Перед Господом пишется памятная книга. Еще одна книга. Книга дел, или как я ее назвал, книга грехов. Библия говорит, «Нечестие Твое отмечено предо Мною», говорит Господь. И в 20 главе, мы с вами будем говорить на следующей неделе об этой главе, что происходит? Это происходит имеющее отношение к вечной погибели. И говорится, «И судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими». Что это за книга грехов? Это не просто книга грехов, это личное дело. Личное дело грешника, не покаявшегося, не пришедшего к Господу, не принявшего Иисуса своим спасителем. Это личное дело. И когда рассмотрят это дело, тогда они будут судимы сообразно с делами своими. Там уже Иисус, я думаю, Он не будет адвокатом. Но об этом поговорим несколько позже. Итак, эти книги содержат записи о всех деяниях подсудимых. Насколько Бог осведомлен о том, что, например, я делаю сегодня на земле. Знает ли Бог обо мне все? Библия говорит, «Господи, Ты испытал меня и знаешь, и все пути мои известны Тебе. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайно, и хорошо ли оно, или худо». Друзья мои, люди иногда думают, что они делают какое-то дело, и если тут нету никаких знакомых людей, никто не знает об этом. И он думает, что он скрыл свое дело. Библия говорит, «Всякое дело, или доброе, или худое, Бог приведет на суд. И вы не можете ничего скрыть от Него. Ничего, ничего не можете скрыть от Господа Бога». Друзья мои, мы все ответственны перед Богом. Богу, конечно, нет необходимости самому для себя фиксировать все наши поступки. Но Он это делает ради разумной вселенной, дабы никто до Божьего суда не попытался сказать, что Бог неправильно одного взял в Царство Божье, а другого на вечную погибель отправил. И чтобы такого не случилось, Бог позволяет, чтобы судьи сели, раскрылись книги, и чтобы они, судьи, исследовали, насколько Бог правдивый судья. Это суд не только для людей. на этом суде судится и сам Бог. Каждому человеку придется дать отчет за самый драгоценный дар, который Бог дал человеку. Это жизнь. Знаете, есть две вещи, или два таланта, или два дара Божьих, которые Бог дал всем одинаково. каждый день имеет 24 часа в сутках. И Бог одинаково этот день дал богатому и бедному, больному и здоровому, умному и простому одинаково. И жизнь, которую Он одинаково дает каждому. И уникальная истина Библии за то, как мы рачительно тратили и жизнь, и время, человеку придется дать ответ перед Богом. Именно это имел в виду Соломон, когда писал «Веселись, юноша, в юности твоей, и да укушай сердце твоего радости во дни юности твоей, ходи по путям сердца твоего, по ведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Скажите, если бы вы знали этот текст, когда вы были очень молодым человеком, все бы вы делали так, как делали, или что-то бы корректировали? Да, корректировали, вот, говорит мужчина. Я тоже так думаю. Я тоже так думаю, потому что за все это Бог приведет тебя на суд. Живи, как хочешь, а потом тебя ждет газовая камера. или другой выбор. Рачительно трать Божьи дары. Думай, прежде чем что-то делай, и тогда минуешь газовую камеру. Поэтому, если бы человек знал это, я думаю, что много ошибок мы бы с вами не сделали. А Христос сказал, что не только Бог судит наши поступки, наши действия, Он сказал следующие слова. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Кто-то подсчитал, что в среднем за неделю человек произносит столько слов, что они смогут занять от 300 до 400 страниц книги. За 60 лет Он может наговорить более 3000 таких книг. 300, 400, 500 страниц может быть. Кто как говорит много. Подумайте, о чем расскажет эта ваша библиотека на Божьем суде? Скажите, нужно думать, что говоришь или нет? Наверное. Нужно постоянно думать, что ты говоришь и как ты говоришь. Иисус Христос конкретно сказал за всякое праздное слово. Но Бог, в отличие от современных судей, Он судит еще нечто, что не могут судить земные судьи. Они не могут проникнуть туда, куда Бог. Послушайте, Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. Неудивительно, что Иисус Христос в Новом Завете усугубил исполнение десяти заповедей. Он сказал не только, вот, например, не прелюбодействуй, чтобы не было полового акта, вот, все, Ветхий Завет так относился к закону, чтобы только не было полового акта, и все, и ты уже не согрешил, ты уже не нарушил седьмую заповедь. А Христос, знаете, что сказал? Евангелие от Матфея, об этом написано. А я говорю, что каждый, кто посмотрел на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Скажите, облегчил Христос исполнение закона в Новом Завете? А почему люди решили, что закона уже не надо? Христос сказал, надо, да еще и как? Христос сказал, надо, да еще и как серьезно относиться к Нему? Даже посмотрев на девушку, на женщину, и вдруг человек в сердце уже раздевает ее, и это момент, о котором Господь говорит, ты уже с ней прелюбодействовал, ты еще не прикоснулся к ней, и может никогда в жизни к ней не прикоснешься, а ты уже нагрешил, все, ты нарушил седьмую заповедь. Я хочу сказать вам, что многие мужчины, многие мужчины, многие женщины, они почему-то любят ездить в отпуск в отдельности, и когда они едут в отдельности, куда-то в санаторий, на курорт, и там романы, и они думают, приеду домой, все нормально, никто ничего не узнает. Скажите, это правда, что никто не узнает? А Бог знает или нет? Да. Бог это все знает, и Бог приведет все это на суд, Библия говорит. Друзья мои, в день суда записи о совершенных нами грехах либо окажутся покрытыми кровью Иисуса Христа, и мы будем прощены, либо они останутся в осуждении нам. Иисус Христос сказал, ибо придет Сын человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, и тогда воздаст каждому как? А люди хотят не так. Гриши, как хочешь, Иисус все равно тебя любит. Нарушай заповедь, ничего проблем нету. Нарушай четвертую заповедь, это ерунда, это евреям, а Христос все равно тебя любит. А что Христос говорит? Это слова Иисуса. Что Он сделает? Каждому по Его делам. И если я нашел для себя убеждение нарушать одну из десяти заповедей и найти ответ, что это нормально, потом я узнаю, что это был великий грех, и что невозможно уже ничего изменить. Сегодня еще можно изменить, но тогда уже ничего невозможно будет изменить. Друзья мои, поэтому Соломон делает следующий вывод. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд. Я хочу вам задать вопрос. Скажите, соблюдение Божьих десяти заповедей имеет отношение к суду или нет? Ну, а если мы скажем, что четвертую заповедь выкинуть нужно, скажите, сколько заповедей Бог дал навеки? Десять или девять? Десять. И когда человек находит для себя объяснение, что можно одну из них нарушать, скажите, этот человек он будет на суде оправдан или как? Почему бы вам сегодня не подумать? Вы хорошие проповедники все. Вы хорошо понимаете и знаете Писание. Почему бы не положить в своем сердце Господи, помоги мне идти Твоим путем? Я не хочу подпасть под суд осуждения, я хочу иметь оправдание. В земной практике юриспруденции необходимо выяснить, был ли нарушен закон. И только тогда, тогда человек может быть признан виновным и быть осужденным. Апостол Яков это понимал, и он однажды сказал, так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Так говорите и так поступайте. Вы слышите? Он вторит словами Иисуса за всякое слово, человеку придется дать ответ. Поэтому так говорите и так поступайте, чтобы быть свободными во время закона, потому что есть закон свободы. А вы думаете, наверное, Антонюк, это написано в Новом Завете. А какой закон свободы? Скажите, вы думаете, что закон свободы это 10 заповедей или это другой закон? Что представляет собой закон свободы? Какова характеристика? Какую вы дадите характеристику ему? Это 10 заповедей или другой? Это 10. Давайте мы прочитаем. Павел перед этим, видите, Якова 2, 12, а перед этим он упоминает несколько, некоторые из этих заповедей. Давайте прочитаем эти заповеди. В 11 стихе написано, он вспоминает заповеди. Не прелюбодействуй и не убей. Скажите, в каком законе эти заповеди? В 10 или в другом? Или в книге закона Моисея? В 10 заповедях. Поэтому закон свободы это который закон? Моисеев или это закон, который является откровением Господа Бога? Откровение Господа Бога. И поэтому закон свободы, на основании которого будет вершиться суд за наши слова, за наши поступки, это не 8, не 9, а это 10 Божьих заповедей. С Христом ли мы сегодня? Это очень важный вопрос. Библия говорит, что в Новом Завете Христос не хочет, чтобы было так, как у евреев, что Он только дал им каменные скрижали, на которых написал своим перстом, а в Новом Завете Он говорит, я напишу на сердцах Мои заповеди. Скажите, что лучше сохраниться? В сердце. В сердце. Тогда человек чувствует, что он делает зло. Тогда ему хочется поступать правильно. Суд примет во внимание следующие детали. Открытые дела, наши слова, тайные поступки, наши мысли и мотивация поступков. Ни один суд земной никогда не может судить ничего подобного. Библия говорит, что необходимо следовать учению Иисуса Христа, а не только называться христианином. Иисус сказал, не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие что? Беззаконие. Очень интересно, а что такое воля Отца? Воля Отца это противоречит беззаконию, правильно? Вы не выполнили волю Божью, вы делали беззаконие, правильно или нет? Делать беззаконие, не творить волю Божью. Что такое беззаконие? Нарушение закона. Какого? Свободы. А какой это закон? Откровение характера Божьего. Поэтому воля Божья это его характер, это то, как он хочет, чтобы мы могли действовать. Друзья мои, но изумительный факт неизвестен многим христианам, которые читают Библию. У Библии есть пророчество, которое указывает дату начала Божьего суда. И мы скоро узнаем эту дату. Библия сообщает о трех ангелах, которые летят посередине неба. И мы читали эту троекратную ангельскую весть. Сегодня прочитаем только ту деталь, которая имеет, это в вести первого ангела имеет весть к нашей сегодняшней теме. послушайте. И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, и говорил он громким голосом, убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Я вам уже говорил о том, что впервые в истории эту весть, эту истину Библии христиане стали исследовать. Это произошло в 19 веке. До 19 века многие христиане читали поверхностно книгу Апокалипсис и никому в голову не приходила мысль, чтобы серьезно исследовать эту книгу. Но в 19 веке, когда христиане стали исследовать книгу Апокалипсис, они стали провозглашать убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Не наступит, а наступил. В 19 веке люди читали книгу Библию Апокалипсис 14 главу и они говорили друзья наступил час суда уже вершится Божий суд. Книга Даниила и Откровения являются двумя великими пророческими книгами. И я хочу вам сказать это очень важно чтобы мы с вами изучали серьезнейшим образом эти две книги теперь. Давайте еще раз вернемся к пророчеству книги Даниила и будем читать о суде. Видел я наконец что поставлены были престолы и воссел ветхие днями одеяние на нем было белок как снег и волосы главы его как чистая волна престол его как пламя огня колеса его пылающий огонь огненная река выходила и проходила пред ним тысячи тысяч служили ему и тьмы тем предстояли пред ним судьи сели и раскрылись книги я хочу определение одно сделать скажите пожалуйста это происходит где на небе или на земле Даниил видит видение что это происходит на небе или что это на земле происходит на небе вы заметили это очень важный фактор суд вершится на небе это очень важная истина Библии это очень серьезная истина на небе происходит суд Божий а когда это в истории будет происходить Библия дает нам конкретное объяснение и ответ и я попрошу вас внимательно вместе со мной исследовать книгу пророка Даниила 7 главу мы уже об этой главе говорили и теперь будем читать нечто что нам уже знакомо а 10 рогов значит что из этого царства станут 10 царей и после них восстанет иное отличное от прежних и уничижит трех царей и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон и они преданы будут руку его до времени времен и полувремени затем вас смотрите истории малый рог или этот вот это движение антихриста оно будет править время времен полувремени это 1260 лет вы помните 538 году нашей эры началась это это время и заканчивается в 1798 году и читаем дальше после 1798 года здесь не указывается дата никакая но уже после 1798 года затем восядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца царство же и власть после того как судьи сделают свое дело величие и царственное всей поднебесной дано будет народу святых то есть камень оторвется без содействия рук ударить стукни ног это будет второе пришествие Христа и Иисус заберет святых своих святых своих заберет царство небесное посмотрите еще раз последовательность работает антихрист его действие заканчивается в 1798 году после этого восседают судьи они вершат суд и когда заканчивается судебно-следственное разбирательство потом приходит Господь небесный и забирает святых своих к себе вот это то что Библия говорит об исторической последовательности когда будет Божий суд друзья мои ясно что суд вершится конечно на небесах в 8 главе книги Даниила пророк указывает дату начала суда давайте будем читать и услышал я одного святого говорящего на сколько времени простирается это ведение о ежедневной жертве и об упстошительном нечестии и сказал мне на 2300 вечеров и утро и тогда святилище очистится возникает закономерный вопрос какое отношение к суду имеет очищение святилища Библия говорит нам о двух святилищах о земном и о небесном земное святилище оно было моделью или вернее не моделью а копией было небесного святилища небесного оригинала это святилище на земле оно должно было быть иллюстрацией плана спасения иллюстрацией служения во святилище которое оно указывало на спасителя которое указывало на завершение спасительной миссии чем же закончится греховная история этого мира святилище служения состояло из двух частей ежедневной и служения и служения один раз в году как происходило ежедневное служение вы можете смотреть на эту картину это святилище святое и святое святых вот в этой части и вот здесь в дворе происходило служение ежедневно а вот в этой части только один раз в году и поэтому я вам сейчас расскажу это очень важно И то, что один раз в году имеет огромное значение. Вы видите, это капли крови. А теперь я вам объясню ситуацию. Каждый день священники принимали людей, которые приходили с повинной. Они согрешили против закона свободы, против откровения Божьего. Десяти заповедей. Когда человек согрешал, он приходил в освятилище, приносил или приводил с собой жертву. В зависимости от тяжести греховной, он приносил с собой или приводил жертву. Он возлагал руки на жертву, исповедовал свой грех и символично с себя снимал грех и перекладывал на это животное. Жизнь в крови. И поэтому, что делал этот человек? Он перерезал горло этому животному. Священник подкладывал сосуд, брал этой крови и заносил жизнь в крови. И он заносил эту кровь в святилище и кропил на этот жертвенник, это жертвенник Фимиама, и перед завесой во святое святых. И таким образом, с человека снимался грех, перекладывался на животное, а жизнь в крови и кровь заносила в святилище. Таким образом, грех транспортировался во святилище. И дальше он никуда не шел. Грех скапливался в святилище. Один день, другой, третий, месяц, другой, третий, двенадцатый месяц. И тогда нужно почистить святилище. Слишком много там грехов. И тогда нужно делать служение, которое происходило один раз в году. То есть, вы поняли смысл? Вот таким образом, грехи с людей, которые приносили жертвы, они заносили в святилище. И святилище было накопителем грехов человеков. И это все происходило в первом отделении святилища. В первом отделении святилища. Заколаемый Агнец, конечно же, он символизировал Иисуса Христа. Все мы это знаем. Библия утверждает. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Христос вошел во святилище тоже с кровью, но со Своею. И один раз для того, чтобы решить проблему греха. Друзья мои, через Иисуса Христа наши грехи перенесены с нас в небесное святилище, где в Божьем реестре, послушайте внимательно, где в Божьем реестре, в Его книгах записывается вся жизнь людей. И там, в этих книгах, сохраняется все, что мы делали, живя в теле, доброе или худое. Грехи не исчезли от того, что Христос умер на Голгофе, и никуда не могут исчезнуть, пока не будет вершиться суд. Суд делает окончательное определение, и только после суда эти книги, которые несли в себе положительную или негативную информацию, но которые прекратили свое деяние, потому что суд принял решение, они тогда будут ликвидированы. И тогда уже грехов тоже не будет. Поэтому это очень важно. Друзья мои, именно это имел в виду псалмопевец, когда сказал, «Как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззакония наши, от нас через кровь Иисуса Христа, они попадают в небесное святилище, в реестр Божьих книг». Но оттуда они уйдут до суда. Что происходило, каким образом происходило очищение святилища? Послушайте. В девятый день седьмого месяца религиозного года, в день искупления, совершалось очищение святилища. Об этом детально описано в 16-23 главе книги «Левит». Оно является прообразом великого суда, который будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. Что там происходило? За десять дней до наступления дня примирения или дня искупления, священники трубили серебряные трубы и призывали людей исповедовать свои грехи, приносить жертвы. День искупления был великим днем суда в народе израильском. Всякий, кто не участвовал в этом служении, таковых побивали камнями. А если побивали камнями, это не просто служение, это суд, это вынос приговора. Поэтому служение в святилище – это не только служение, а это и суд. Итак, что означает утверждение «на 2300 вечеров, и тогда святилище очистится»? Что оно обозначает для нас? Наверное, то же самое, что для евреев. Наверное, то же самое. Нужно, чтобы очистилось святилище от грехов. Посмотрите, что говорит Библия о еврейском служении, которое происходило один раз в году. «Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов». Чем будет заниматься суд Божий? Скажите, чем? Решать проблему чего? Грехов! Так или нет? Бог судит будет за что? За грехи! И поэтому, посмотрите, в евреев это годичное служение, которое они проводили, оно решало проблему грехов. Поэтому суд необходим, и суд будет решать проблему грехов. Что происходило в это время? В тот день в служении использовали, как правило, двух козлов. Библия говорит, «И бросит Аарон о обоих козлах жребий. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения». Далее читаем. «И заколит козла в жертву за грех, за народ, и внесет кровь его за завесу». Заметьте, то перед завесой кропили, а сейчас за завесу. «И покропит ею на крышку и предкрышкою ковчега. И очистит святилища от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их». Послушайте, как это происходило. Но вы заметили ситуацию? Очищение святилища. А что оно делало для человека? Он знал, что его грехи очистились. Не только накапливались там святилища, но наконец-то уже их нет. Произошло очищение. Посмотрите, как это происходило. Священник бросал жребий, приводились два козла. Один козел был для Господа, который символизировал Иисуса, который умрет за грех мира. И священник возлагал на него руки и исповедовал грехи народа. Затем он перерезал горло, брал эту кровь, приходил к завесе, грузил на себя эти грехи, которые в течение года заносились, открывал завесу и заходил туда, во вторую часть святилища, которое называется Святое Святых. Там находился только ковчег завета, в котором были, скрыжали какие? Откровения. Это то, против чего грешили люди. И теперь нужно очистить людей от всего того, что закон Божий, говорил, является грехом, преступлением. И когда первосвященник, это главный священник делал, когда он заходил туда с мешком грехов, которые он забрал с собой из святого, когда он заходил туда с мешком грехов, он там кропил на эту крышку ковчега. Перед крышкой ковчега, перед этим ковчегом, перед скрыжалями он кропил кровью. И там он исповедовал эти грехи, там он просил и говорил, Господи, и эту заповедь мы нарушили, и вторую нарушили, и третью нарушили, четвертую нарушили, пятую нарушили и так далее, до десяти. Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь каждый грех, который был сделан народом Твоим, но по милости Твоей прости народ Твой. Бог прощал. И тогда священник брал этот мешок с грехами, вы видите, не оставляет там, берет мешок с грехами и выходит оттуда. И когда он выходил оттуда, он подходил к козлу, который был козел от мужчины, и он подходил к этому козлу, возлагал руки свои на него и перекладывал мешок этих грехов на этого козла. И затем этого козла отводили в пустыню, где он погибал. Таким образом, Бог показывал, пришла чистота. Козел отпущения понес на себе преступление. Он унес эти грехи. Больше нет этих грехов. И это великая истина Библии. Я хочу, чтобы вы открыли для себя. Зачинщиком каждого греха кто является? Дьявол и сатана. В тот день, когда завершится Божий суд, он понесет на себе наказание больше всего. Но это не освободит меня, если Иисус не является моим другом. Друзья мои, Библия говорит, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Я думаю, что нам нужно подходить к математическому исследованию, чтобы знать, когда это произойдет. Бог послал это видение Даниилу, но он очень тяжело это пережил. Он никак не мог понять смысл этого, потому что он пытался применить 2300 вечеров и утр к своему народу. И он никак не мог этого уразуметь. И должен сказать вам, что дальше говорит Господь нужно сделать. И услышал я от среды улая голос человеческий, который воззвал и сказал, Гавриил, объясни ему это видение. И сказал он мне, знай, Сын Человеческий, что видение относится к какому времени? Вы заметили? К концу времени. Это не для твоего народа. Это к концу времени. Когда начнет и когда закончится период 2300 вечеров и утр. Три важных фактора из этого пророчества и вообще из исследования Библии помогают поставить точку над И. Во-первых, видение относится к концу времени. Так написано было или нет? Это во-первых. Во-вторых, поскольку служение в земном святилище со смертью Иисуса Христа прекратило свое действие, то скажите, к какому святилищу относятся эти слова в конце времени? К какому? Небесному. Неземному. Земного нет. К небесному святилищу. И третье, что в пророчестве день равняется году. Поэтому это не просто 2300 дней, а это 2300 лет. А дней Даниила пройдет 2300 дней, и это будет конец времени. И вот тогда начнет работать очищение святилища. Библия говорит, Даниил говорит, я изнемог, болел несколько дней, изумлен был видением сим и не понимал его. Этими словами заканчивается восьмая глава. Девятая глава начинается тем, что Даниил молится, чтобы Господь открыл ему понимание истин. И тогда ангел Гавриил вновь приходит к нему и заявляет, семьдесят седьмин отрезаны для народа твоего. Слово еврейское, которое переведено как «определены», правильнее будет перевести как «отрезаны». От большого отрезка 2300 вечеров и утр отрезано для твоего народа семьдесят седьмин. И все, для твоего народа больше ничего нету, чтобы ты не переживал. А это видение 2300, оно относится к концу времени. Семьдесят седьмин – это 490 лет. И мы с вами уже об этом говорили. Этот пророческий период, он разделен на две части. 490 лет для евреев и затем остается еще 1810 лет, после чего святилище очистится. Вы уже знаете, что начало периода 490 лет, то есть это начало 2300 лет и 490 лет, это все одновременно начинается. Библия предсказала, как это произойдет. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины, и утвердит завет для многих одна седьмина, но в половине седьмины прекратится жертва и приношение, потому что Христос стал агнцем Божьим, который взял на себя грех мира». Поэтому, друзья мои, история свидетельствует о том, что осенью 457 года до нашей эры в светской истории Ксеркс, в библейской истории Арта Ксеркс издал этот указ, чтобы евреи пошли в Иерусалим, вернулись с плена Вавилонского и пошли в Иерусалим, отстроили бы этот Иерусалим, отстроили храм, и это была дата, начало 490 лет для евреев или 2300 лет до суда. Давайте опять обратимся к математике. 2300, 457 год до нашей эры, плюс 490, мы имеем 34 год нашей эры. 2300 минус 490, остается 1810 лет. 34 год нашей эры, плюс 1810 лет – это время начала очищения небесного святилища, когда судьи сели и раскрылись книги. Скажите, какой это год? 1844 год, осень – это время начала очищения небесного святилища. Это время, когда судьи сели и раскрылись книги. Мы живем во время суда и даже не подозреваемся о том, что, может быть, вот-вот наступит момент, когда откроется моя книга, и судьи будут разбирать, что делать со мною. Друзья мои, мы живем с вами в торжественное время. Неудивительно, что Библия приглашает нас к тому, чтобы мы могли действительно серьезно задуматься об этом. Бог послал эту весть, которая звучит «Убойтесь Бога!» Вы знаете Ему славу, ибо наступил час суда Его. Что вы думаете о втором пришествии Иисуса Христа? Когда вы думаете, произойдет суд? Когда вы думаете, произойдет суд? Неужели вам кажется так, что суд будет происходить в день пришествия Иисуса? Иисус будет опускаться до определенного момента, затем окружат Его судьи, раскроются книги, и первое имя, первый человек, который умер, как его имя? На букву А. Авель! Ага, Авель! И так Господь скажет Авель, давайте будем судить, что сделать с Авелем. И пока дойдет до нас, пройдут сотни лет! Нет, а Библия говорит, что пришествие Христа на землю и обратно будет в пророческом времени как бы полчаса. Это несколько дней. Поэтому, что же это за суд будет, с которым он придет? Это вырак. Это решение суда. И он просто объявит. И те, которые праведники, и наследуют вечную жизнь, он скажет, пробудитесь, а не проснуться. Те, которые будут живые, вдруг во мгновение ока изменятся, и они пойдут в Царство Божье. А те, которые не были оправданы на Божьем суде, они не воскреснут. И те, которые не будут оправданы на Божьем суде живые, они умрут. Библия говорит о том, что это будет суд приговора, это будет вынесение решения суда. Друзья мои, наступил час суда. Судебно-следственного разбирательства. Должен сказать вам, что это началось с 1844 года. Уже близится завершение. Очень скоро суд Божий завершится. Своей смертью на Гаугофе Христос совершил искупление наших грехов. Там Он посеял семена спасения, и поэтому всякий, уверовавший в спасение Божье, в Иисуса как своего Спасителя, может иметь надежду на вечную жизнь, на Божье прощение, на помилование на этом суде. Ибо Библия говорит, посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них, чтобы быть их посредником, чтобы быть их адвокатом. На суде решение будет определяться от нашего отношения к Господу Иисусу Христу сегодня. Христос сказал однажды такие слова. Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того, и Я перед Отцом Моим Небесным. Как бы мы не хотели где-то спрятаться и сказать, что Бог видит, что я в сердце имею Господа Бога, и вот скрыться так, и нигде никому ничего не сказать, я просто я нашу Бога в сердце. Это не исповедание Господа Иисуса. Это не знание Его. Это трагедия. Бог говорит, Иисус говорит, я постыжусь и вас. Я постыжусь и вас. Только те, в чьей жизни Христос всегда был главным, кто следовал Библии, Ее учению, кто следовал Иисусу, кто следовал поступам Иисуса, кто делал, как Иисус, кто поверил Иисусу, они будут оправданы на Божьем суде. Они тоже грешники, но помилованные. Вскоре время, отпущенное Богом, для покаяния окончится. Закончится и Божий суд, и тогда последуют уникальные указания. Неправедный пусть еще делает неправду, а праведный дотворит правду еще. Когда завершится Божий суд, Библия говорит, что это будет маленькое мгновение времени, может быть, несколько дней или несколько недель, короткий промежуток времени, когда суд завершится. И Библия говорит о некоторых судах Божьих, которые будут вершиться на земле. Помните, я говорил вам, землетрясение, всякий остров убежал, гор не стало. Это будет уникальное время. Сегодня, вчера вечером, кто имел возможность наблюдать, что происходило в природе, наверное, думал, а может, это уже конец света? Я думаю, что еще интереснее будет тогда. Друзья мои, когда закончится Божий суд, тогда благодати Божьей придет конец. Иисус сказал, используя символику сбора урожая, следующие слова. Жатва есть кончина века. Скоро придет великий жнец с серпом, чтобы пожать жатву свою в житнице небесной. И самые печальные слова, которые когда-либо могут сказать люди, будут сказаны теми, которые откладывали свое спасение и думали, еще нет теперь. Я еще успею покаяться, креститься, чтобы присоединиться к Божьей истинной церкви. Я еще успею. Тогда они произносут эти слова. Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. Чтобы потом не жалеть, Бог сегодня приглашает нас всем сердцем сделать правильный выбор жизни, последовать истине, библейской истине, и только ей. Мои дорогие друзья, Христос снова придет на нашу землю, ибо мы читаем в Библии «Се гряду скоро, и возьмесь не мое со мною, чтобы воздать как?» Каждому по делам его. Я хочу еще один вопрос вам задать. Играет роль то, что я делаю, или не делаю в жизни для моего спасения, или нет? Если каждому по делам, очень серьезную роль. И никогда не говорите мне о том, что что бы ты ни делал, если ты любишь Иисуса, любящим Господа, все будет содействовать ко благу. Есть такой текст в Библии. Наши поступки, наши слова, наши мысли, чему мы их посвящаем, играет огромную роль. Кто-то думает, но Антонюк же не сказал еще очень важного. Библия говорит, что не все придут на суд. Да, давайте прочитаем. «Истина, истина, говорю вам, это слова Иисуса, слушающий Слово Мое, верующий пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Ну вот, Антонюк, с твоим судом конец. Может быть, я бы рад, если бы так закончился суд для нас. Но я хочу вас огорчить. Посмотрите внимательно. Верующий, слушающий Слово Мое. Что значит слушающий? Просто послушал, а делает как хочет, или и послушный этому Слову. И послушный этому Слову. И он верит, пославшего Меня, в Отца Небесного, имеет жизнь вечную и на суд не приходит. А скажите, от того, что он на суд не приходит, суд будет вершиться над ним или нет? Вот кто-то сказал, ну, больше сказал, да, а мужчина сказал очень громко, нет, не будет, я вас хочу огорчить. Вы что, решили, что суд Божий, он будет где происходить? И он происходит на небе. Вы хотите, чтобы он взял вас на небо, посудил там, определил, потом спустил назад на землю? Вы думаете, что такое произойдет? Никто туда не поднимется, пока суд не завершится. Вы заметили, как будет суд вершиться? Книги раскрылись. Не приглашение на суда вас туда, в судилище, а ваша книга там есть. И в ней все написано о вас абсолютно. И без вас примут определение. А затем Иисус придет сюда с роковым решением. Иисус придет, и он скажет, пробудитесь все в спящие в прахе, те, которых я оправдал. И воскреснут только те, которые были оправданы на Божьем суде. И ни один не воскреснет, который не был оправдан. В суд апостол Павел говорит, ибо всем нам должно явиться при судилище Христова. Мой друг, тебе тоже, и мне. И помним об этом, что суд он обязателен. Он будет вершиться. Вы знаете, чтобы вы не сомневались в этом, апостол Петр слушал эти слова Господа, однако он написал уникальные слова. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божьей? Скажите, когда он пишет с Дома Божьего, а затем подтверждает, с нас начнется, Дом Божий – это верующие в Бога, в Иисуса люди или неверующие? Верующие. И суд будет происходить над кем в первую очередь? Над верующим. А вы хотели так легко отделаться суда? Суд начнется с Антонюка, с Авеля. Авель был праведник. И в 1844 году, осенью, первая книга, которая раскрылась, это книга праведного Авеля, где было определено решение. Я верю, что Авель будет спасен. Я хочу быть спасенным. Я хочу, чтобы вы были спасены. Поэтому нам нужно подружиться с Иисусом. Нам нужно не только слышать слова Иисуса, а быть послушными Иисусу. Как Господину нашему быть верны Господу Богу. Я хочу сегодня рассказать вам одну историю. Библия дает уникальную надежду. Вы можете получить прощение грехов. И это возможно у Иисуса Христа. Сегодня утром здесь рассказывали историю эту. Я хочу ее повторить. Евангелие от Иоанна, от Луки, 15 глава рассказывает историю, трагичную историю в жизни одного молодого человека. В одной семье было двое сыновей. История свидетельствует, что в древнее время родители так распределяли свое богатство, которые имели свое имение. Первенец получал 50% имения, а затем остальные дети получали остальных 50% разделялось на остальных детей. И в связи с тем, что два только сына, двое детей у родителей, тогда получал 50% и первенец, и 50% второй. И случилось однажды в одной семье, это Иисус рассказывает, только два сына. И случилась такая трагедия, что младший сын, когда уже подрос и стал совершеннолетним, ему не нравилось все то, что делал папа. Ему не нравилось то, как папа жил, что папа верил в Бога, наставлял сына, чтобы он шел путем Божьим, он все делал по-другому, ему хотелось чем побыстрее избавиться от наставлений и советов папы. И случилось такое, что когда он повзрослел, он сказал, довольно меня поучать, я слишком взрослый, для того, чтобы слушаться тебя, я сумею разобраться в жизни как-нибудь сам, дай мне мою часть, и я ухожу, и я ухожу, мне это все надоело, я сам справлюсь в жизни своей. Отец пожал плечами, он, может быть, пытался уговаривать, но у него ничего не получилось, сын требовал свою часть, я не знаю, как он ее смог выделить, ввиду того, что тогда богатство исчислялось скотом, землею, но, однако, сыну нужно было эта часть в финансах, в средствах, в серебре и золоте. Я не знаю, как, но отец все-таки выделил ему его часть. Сын взял эту часть, обрадовался, что у него много денег, и он решил в сердце своем, встану и иду от отца, не только от отца, с этой страны уйду. Это была Иудея, Палестина, это были люди религиозные, верили в живого Бога, а он решил, что не хочу, чтобы отец никогда не услышал обо мне, и я лучше построю свою жизнь, и он ушел. Он ушел в другую страну, в той стране быстро нашлись друзья. Вы знаете, когда есть деньги, друзей очень быстро можно найти, очень быстро появляются друзья. Друзья помогли ему очень быстро деньги потратить, и когда он остался без денег, в этой стране на несчастье голод появился, и он стал нуждаться, но подумал, нет проблем, у меня были деньги, у меня были друзья, сейчас иду к своим друзьям, и они мне помогут, и когда он подошел, друг, помнишь, как мы, помнишь, как я угощал, он говорит, иди отсюда. Пошел к другому, к третьему, такой же самый ответ, и он стал переживать, как я выживу, он стал искать работу, он не нашел в городе работу, и тогда он подался по селам, и он наткнулся на одного фермера, у которого было очень много свиней. Вы знаете, евреи к свиньям очень так недоброжелательно относятся, но у него не было выбора, и он пришел к этому человеку и говорит, за кусок хлеба буду работать. Тот говорит, хорошо, я подумаю, стоит ли тебе платить кусок хлеба, у меня есть свиньи, иди паси их, а там решим. И когда он пас этих свиней, и к вечеру он пригнал их домой, хозяин встречал своих свиней, он сделал им какую-то еду специальную и понасыпал еду, а эти свиньи накинулись на эту еду, а он тоже хотел очень кушать, и он тоже пристал к одной посудине и стал кушать. Хозяин швырнул его в сторону и сказал, это моим свиньям я приготовил. И вот в этом состоянии, я думаю, что это самое глубокое дно, куда опустился этот человек. И в этом состоянии вдруг его озарила мысль, Господи, у моего отца слуги избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. И он сказал в сердце своем, о Боже, помоги мне. И он встал и сказал, я возвращаюсь к своему отцу. и он встал. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вернись в домочий, вернись домой, тебя там ждут и не забыли, вернись, вернись, вернись домой, сын мой. И в жалких рубищах своих обременённых, пасёшь стадо, ешь рожки, пастух наёмный, а вспомни годы, те, что были в отновском доме, невольно катится слеза. Как вспомнишь, вернись домой, вернись домой, уж близко к ночи, вернись домой, вернись домой, вернись в домочий, вернись домой, тебя там ждут и не забыли, вернись, вернись, вернись домой. Сынок, сынок, сынок. 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 Дорогий любит вас, что вы дорогие ему. Он хочет, чтобы вы вернулись к нему. Он сделал все, чтобы подарить вам вечную жизнь. Не откладывайте свое спасение на потом. Придите к нему сегодня. Завтра будет крещение. Доверьте свою жизнь в руки Божьи. Когда вы делаете этот шаг, вы выручаете свою жизнь в руки Господа и говорите, «Господи, я соглашаюсь с Твоей ищеной, я соглашаюсь с библейскими правилами и библейской правдой Твоей, я хочу быть послушным Тебе, но помоги мне, Господи. Я не могу стать новым, я не могу сам измениться, стать красивым христианином». И Бог даст Своего Духа. Библия говорит, «Отныне Ты будешь новым, рожденным для меня сыном и дочерью. Ты будешь Моим, я дам Тебе Дух Свой, и Он будет менять Тебя изнутри, и Ты станешь красивым христианином, и без Меня Ты ничего не сделаешь». Придите к Иисусу, Он лучший друг, Он замечательный адвокат. Вам никогда не придется переживать о судье. Он не проиграл еще ни одного суда. Пусть Бог поддержит сегодня вашу веру в Него. Я хочу помолиться о вас. О, Отец наш Небесный! Приходим к Тебе сегодня, как сыновья, которые, Господи, блуждали в этом мире, и приходим к Тебе такими, как есть. Ты все о нас знаешь. Сегодня Ты раскрыл нам картину суда, что мы живем во время суда. На основании пророчества суд уже слишком долго длится, и, возможно, близится завершение его. Господи, пожалуйста, помоги нам примириться с Тобою, чтобы, когда откроются наши книги, мы могли иметь ходатаем нашего Господа и Спасителя, нашим адвокатом именно Его иметь, потому что Он лучший адвокат. Господи, нам хочется, чтобы Твоя милость была по отношению к каждому из нас. Сегодня еще раз мы утвердительно сказали, что мы грешники, и мы не сможем оправдаться на Твоем суде. Но с Иисусом все возможно, Господи. Поэтому помоги нам подружиться с Ним. Помоги, Господи, заключить завет мира и прощения с Тобою, чтобы наши имена были записаны в книгу жизни, и чтобы на суде мы были оправданы. Сегодня мы избираем Тебя своим Спасителем, своим Господом. Дай нам, послушное сердце, следовать за Иисусом Христом, делать, как Он, чтобы, когда Ты вернешься, Господи, на землю, нам быть самыми счастливыми, чтобы нам быть вечно с Тобою, в Царстве Твоем. Сегодня, когда мы пойдем домой, пусть Дух Твой Святой наполняет наши мысли. Пусть Он побуждает нас не откладывать, Господи, на долгое время принятие решения стать на Твою сторону. Завтра будет крещение. Господи, помоги услышать Твой голос, который призывает нас заключить завет мира и прощения с Тобою. Прошу Тебя, чтобы Ты сегодня берег каждого пути. Пусть ангелы Твои идут в дорогу с каждым человеком. Защити от зла. Пошли в нужный транспорт. Позаботься о нуждах их, о семьях их. И, Господи, помоги завтра вновь встретиться, потому что любим Тебя. И благодарим Тебя за чудо вечного Евангелия, которое открывается нам сегодня. помоги поверить Тебе. Во имя драгоценной наша молитва. Имя Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.